Всем привет друзья, с вами Маракаси, и так сегодня посмотрим бой на тяжелом танке Е75, это 9 уровень, весьма добротный танк, кстати, если не играть, то рекомендую к прокачке. Также, конечно, советую вам набор Адепта Сори Ритас, данный набор действительно годный, тут аж 3 премиум танка 8 уровня, АМХ канал достал 105, ХВК 30, Лёва и ВК 4503. И все это за 100 рублей, набор официальный, то есть это не просто какой-то там непонятный левый сайт бодяжит, это действительно набор официального сотрудничества Wargaming и, соответственно, ну, самой, в общем-то, вот этой вот платформы Амазон, ну, Twitch Prime по сути, так что можно рассчитывать на, соответственно, честные вот эти вот условия, то есть получаешь и используешь в игре легально. Так что, рекомендую. Ссылка в описании. Всем привет, друзья, с вами Маракаси, и так сегодня поиграем на сайте World Hub в игру Crash. Ставлю 5000 золота, на кону большие запасы голды, большая ставка. Так, два коэффициента есть уже, два с половиной. Так, три. Давайте заберу, 369, 18450 золота забрал. Можно было, как вы можете видеть, и больше забрать. Есть также промокод, который даст вам 50 золота на сайте. Можете застопорить видео, ввести его, этот промокод, и получить голду. Сможете бесплатно поиграть в игру Crash, попробовать свою удачу испытать, так скажем. Так, еще одна ставка не удалась. Давайте опять 5000 золота. Так. 16 участников сейчас играет. 157. А нет, 15707 золота. Давайте заберу. В общем, если интересно, ссылка на сайт в описании, там же промокод, который даст вам дополнительный бонус при пополнении. Также, друзья, не забывайте, что вы можете выиграть золото. Для этого всего лишь напишите свой игровой ник после просмотра видео. Ну, напишите, в общем, конечно, комментарий осмысленный. После этого игровой ник, просто игровой ник не подойдет. То есть, укажите, что вам понравилось видео, что нет. Ну, просто там напишите что-нибудь по теме видео, и вы будете участвовать в розыгрыше золота. Также, если не сложно, подписывайтесь на канал и оценивайте видео. Там ставьте лайк или дизлайк, если видео вам вообще не понравилось. Это тоже будет для меня знак, чтобы я что-то там, может быть, поменял. И, друзья, давайте посмотрим, что же нас ждет. Нас ждет новый сезон боевого пропуска, девятый по счету. И вот новые такие вот декады на танк. Всякие тут девушки. И это уже вполне даже понравится многим танкистам. Ну, действительно, приятно всегда увидеть девушек в игре World of Tanks, которые вы можете использовать, соответственно, на своих танках. Ну, конечно, это можно будет получить, если вы будете проходить боевой пропуск. Просто так, совсем уж ничего не делая, вряд ли вам это дадут. Но, в любом случае, это поможет вам во многом в прокачке. Даст вам много ресурсов, короче, боевой пропуска, имея в виду прохождение его. Так что пренебрегать, конечно же, им не стоит. Далее, друзья, вот такие вот интересные все-таки скриншоты я нарыл для вас. 3D стиль для танчика, короче, американского. Не самого популярного, по-моему, это девятый уровень, если я не ошибаюсь. Соответственно, можно будет получить. Не совсем понятно, где именно. Может быть, для этого потребуется все-таки проходить, соответственно, тоже боевой пропуск. Называется 3D стиль рыбомеч. И довольно-таки он забавный, забавный по внешнему виду. И что же еще нас будет ждать? А именно, новая подведка ПТ-САУ Италии. Новая карта, застава. Также доработки балансировщиков будут. Интересно, какие изменения в текущих картах. Аж 14 карт разработчики переработали. Одну из них мы рассмотрим. Физика сбития гусеничных лент. Вот это довольно любопытно, как это будет выглядеть. Танковая академия. Тоже любопытно, что это вообще такое. Топография, учебный полигон, боевой пропуск. Девятый сезон ввод. Кастомизация, отказ от поддержки 32-битных операционных систем. Изменение параметров техники. 35, соответственно, танков поменяют. Какие-то понерфят, какие-то апнут. То есть изменения довольно-таки серьезные. Ну, конечно, нас ждет новая ветка итальянских ПТ-САУ. На данный момент сложно сказать, насколько эта ветка будет имбовой. Но все-таки, учитывая саму механику. То есть, если разработчики нормально выставят характеристики. То это может быть весьма такая успешная ветка. По крайней мере, на 9-10 уровне. Потому что броня, он подвес барабан. Тут зависит, конечно, от того, насколько все-таки будет быстрая перезарядка. Но все это может сделать из этой машины имбу. Взять хотя бы ту же Е3. Ну, Т110Е3. Я думаю, вы все знаете, там нету барабана. Но там очень крепкая броня. И за счет этого данная ПТ-САУ сильно тащит. А также, друзья, давайте посмотрим, как разработчики переделали карту Перевал. Соответственно, карта на самом деле имеет некоторые проблемы иные места. Первая позиция, которая изменена, соответственно, это верхний фланг. И тут немного изменен рельеф для упрощения сближения ТТ. Ну, в общем, рельеф больше добавили. Далее, позиция возле моста. Добавлено возможность ехать без получения урона. То есть, видно, что тут можно соскользить спокойно. Раньше можно было упасть и разбить себе танк. Третье, это убрана лишняя растительность, мешающая ориентации на направлении. Но не влияющая на геймплей. То есть, вот тут, по-моему, убрали. Вернее, нет. Но тут растительность была. Но ее не все убрали, но частично убрали, видимо. Четвертая позиция, добавлено укрытие. Соответственно, вот это без укрытий. А вот что сделали. Добавили вот такие вот каменные горочки, за которыми можно укрыться, но и рельеф побольше. Далее, позиция номер пять. Уменьшена высота холма. Это именно, по-моему, с верхнего респа. Соответственно, да, тут прям холм стал значительно меньше. Там любят игроки дефить. Следующая позиция. Убрана часть горы, что облегчает разъезд для нижней команды. А также открывает небольшой прострел с ПТ-позиции, по аналогии с другой базой. Соответственно, вот как было. А вот как сделали. Ну, то есть, можно ближе к этой горе подъехать, чтобы не засветили. Видимо. Далее, последнее. Это у нас увеличена глубина низина для облегчения раскатки нижней команды. Ну, то есть, да, рельеф добавили тут. Потому что часто прям при переезде техники тут много танков уничтожили. Также разработчики показали нам две новые интересные машины. Шар МЛИ-75, французская ЛТшечка девятого уровня. И тут, конечно, характеристики удивили практически всех. Потому что сразу две механики разработчики умудрились впихнуть в эту интересную машину. Ну, и вообще, в целом, понятно, что данная, в общем-то, машина будет продаваться, скорее всего, за реальные деньги. Ибо не верю, что можно будет ее получить бесплатно. Две механики все-таки плюс весьма не плохие характеристики. А именно, механика турбо, как у поляков. То есть, суперскорость на время можно включать. Также тут у нас механика. Сразу по несколько снарядов можно выпускать. То есть, такая автоматическая стрельба, барабан с автоматической стрельбой. Это довольно-таки мощно получается. И для чего данную технику вводят? Я думаю, что это готовится техника под новогодние коробки. До Нового года остается 4, ну, там, 5 месяцев, можно сказать. Ну, даже 4, потому что, ну, именно там в начале декабря уже начинают продавать коробки. Кажется, что, ну, не так уж и близко по времени. Ну, не так уж и мало времени. Соответственно, нужно ждать. Но, поверьте, время быстро пролетит. Далее, друзья, еще одна техника. Это М-Проджект 8 уровень. Средний танк. Фишка этого танка очень хорошая. Соответственно, броня в башне. 330 миллиметров. Это как для 8 уровня овер. Много. И, соответственно, тут также имеются довольно-таки неплохие параметры УВН. То есть, в целом, техника нацелена на то, чтобы играть от рельефа. Мобильность тут приемлемая. Но это не быстрый средний танк. Такой, ну, довольно-таки медленоватый. 40 километров. Но набирается скорость, конечно, хорошо. Пушка тоже не впечатляет. Единственное, пробитие большое на Галде. 300 тут. Но можете пошутить насчет этого в комментариях. Далее, друзья, кейсы. Ну, соответственно, разработчики, естественно, добавляют кейсы в игру. А с чем я вам вообще говорил уже давным-давно. Соответственно, это только пока что китайский сервер затрагивает новые кейсы. Список танков вы можете видеть на картинке. И, соответственно, я думаю, в дальнейшем данные кейсы появятся у нас в игре. Не путайте их с кейсами на Новый год. Это никаким образом к новогодним кейсам не относится. На Новый год будут прям супер жесткие кейсы. Это я вам точно обещаю. Там прям, ну, пока что складывается такая картина, что танки там прям супер жесткие. Если вам интересно, какие танки будут на новогодних коробках, то напишите в комментариях. Сделаю отдельное видео, где я рассмотрю все самые такие вот вероятные варианты. Ну и, конечно, стоит копить ресурсы на все это дело. Боны и серебро. Потому что в дальнейшем, во-первых, вам потребуется много серебра и свободного опыта на прокачку итальянских ПТ-САУ. Всего потребуется 750 тысяч, 757 тысяч свободного опыта. Но если вы напрямую будете проходить, это очень много, конечно же. Ну и до восьмого уровня 235 тысяч, до девятого уровня 426 тысяч. И основное, конечно, событие, которое нас будет ждать уже осенью, в сентябре, где-то там, может быть, в октябре, это возвращение, соответственно, конструкторского бюро. Один из танков, соответственно, будет продаваться за серебро и за боны. Так что у вас еще есть примерно два месяца на то, чтобы накопить примерно столько же ресурсов, а может быть и больше, сколько нужно было на объекта 780. 780, соответственно, ну вы помните, что дорого этот танк обошелся. Ну это, в общем, такие расценки у Wargaming. А на этом я с вами прощаюсь. Напишите, как вам видео. Записывал видос, кстати, при жуткой жаре. Там где-то, не знаю, 35 градусов, плюс компьютер жарит просто капец. И плюс еще компьютер, моя печка нагрелся до предела. Поэтому не исключены какие-то мелкие недочеты. Надеюсь, вы понимаете. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю вам удачи. Пока.